На территории Усть-Калманского района равнина, плавно переходящая в степь. В довоенные годы здесь был лес. Жители села долго мечтали его восстановить. Начали высаживать сосны почти пять лет назад, и сегодня плоды их труда становятся заметны. Если рассматривать с точки зрения экологии, это всегда полезно. Во-первых, это кислород. Во-вторых, это хвойные растения. Это определенные вещества, которые, так сказать, вредители убивают, выделяют такие вещества, которые позитивно влияют на обстановку. Огневцы выбрали две территории. Одна подальше от деревень, вторая на скалистом гребне в единственном возвышении района. Там, где еще пять лет назад рос бурьян и редкие кустарники, теперь видны молодые деревца. Только на одном участке жители села высадили 1200 сосен. В создании нового экологического будущего участвует все село Огни. Новорожденный лес садят и школьники, и их родители, и пенсионеры. За пять лет здесь высадили около четырех с половиной тысяч саженцев. Они заняли около пяти гектаров территории. Примерно через 20 лет сосны начнут осеменять близлежащую территорию, и лес начнет расти. Помимо этого, огневцы планируют высаживать деревья вручную еще несколько лет подряд, по четыре-пять тысяч саженцев ежегодно. Скоро среди сосен появятся и лиственные деревья. Брежа и сосна обыкновенная. Плюс еще мы хотим сделать это в сочетании с водоемами. То есть, рекреационная зона, ну, плюс там рыбалка, охота. Дело ускорится, если огни выиграют грант губернатора на развитие природных парков. В этом году сельчане подали документы на конкурс. Если докажут, что развитие экозоны в Усть-Калманском районе необходимо, то получат деньги и смогут заложить фундамент для того, чтобы их потомки жили в экологически чистом месте. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.